Микс Ньюс На Болткоме разворот У нас гости Ребята, а это я ломаю дверь Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 9 Здравствуйте, уважаемые слушатели В неочередной разворот в эфире Радио Болтком В студии Радио Болтком находится Олег Пека Элеонора Рузвельт Какой хороший сегодня день Не удержалась я сразу с эмоциями Но действительно гостя, который пришел к нам сегодня Лично я ждала несколько лет И Олега даже заставляла ждать вместе со мной Потому что это, во-первых, сам по себе очень удивительный человек Занимающийся совершенно невероятными делами и вопросами Во-вторых, это участник успешной культовейшего шоу Нашей современности, битвы экстрасенсов Сегодня у нас в гостях Яков Шнеерсон Здравствуйте, добрый день Здравствуйте, Латвия, всем привет Я тоже рад быть у вас в студии Простите, что я перебиваю, я и дальше буду Вы меня сдержите Вы финалист украинской битвы экстрасенсов И яркий участник последней ТНТ битвы экстрасенсов, правильно? Правильно После вас еще никто не сражался на ТНТ Нет, только сейчас запустили В вашей битве участвовала, победила Рижанка Джулия Ванг Роднит ли это нас? Нет, в моей битве участвовала другая А, вы не с Ванг были? Нет Тем более, видите, как только вас мы запомнили Большая радость, что вы приехали к нам Телефон в нашей студии 67212-93-9 67213-93-9 А вас пишут, рассказывают на официальном сайте О том, что у вас какие-то экстрасенсорные способности Проявлялись уже с раннего детства И, в принципе, у вас, я понимаю, что в роду Прабабушка тоже достаточно была известна Вот именно по этими способностями Верно, такое есть Потому что эти способности, они все равно не могут Просто так возникнуть у человека Должна быть какая-то предрасположенность То есть в генах в человеке самом должно что-то быть такое Что может проявиться У кого-то это в детстве проявляется У кого-то это проявляется после какого-то клинического заболевания После состояния, когда он на грани жизни и смерти Либо еще какое-то шоковое состояние Которое может всплыхнуть, возникнуть Эти способности, которые могут помогать человеку Но это, скорее всего, от Бога Либо от дьявола Просто так не могут и не появляются Но необходимо ли все-таки, чтобы по наследству передавалось И кто-то в роду был Или можно как-то в себе развить То есть может ли человек, у которого не было в роду Абсолютно, ну вот такого рода Там целителей, ясновидящих Может ли он получить Изучает эзотерику Я еще раз говорю, если в генах этого нет, то это невозможно То есть если это есть в генах, пускай это в далеких генах То это есть расположенность именно развить То есть как раз необходим случай, учитель Или какая-то среда, атмосфера, которая сможет эти чувства Которые вот экстра чувства Поднять в себе А вот коллега ваш Виталий Гиберт Тоже яркий участник Он утверждает, что, по-моему, воспитал в себе Как раз он много читал эзотерики И развил в себе вот этот арэкстрасенсор Ну я считаю, что человек, он обладал уже То есть у него уже была предрасположенность А потом это определенные тренинги, занятия Посещение восточных стран Именно это и помогло, наверное, ему развить эти чувства А есть ли судьба? Судьба? Считаете ли вы, что она существует предопределенность? Вот я, Яков Шнерсон, я считаю, что судьба есть у человека Потому что она где-то на 90% указывает на путь человека Потому что изначально, когда человек рождается Он уже, сам не выбирая, он уже имеет семью Он уже имеет национальность, цвет кожи, не так ли? Он уже имеет те или иные задатки То есть он уже таким рождается А остальное он, конечно, сам пытается что-то сделать Но по жизни человека есть определенный такой отрезок И есть точки, которые действительно указывают на то, что случится обязательно То есть есть такое, что, например, женщина должна в определенном возрасте забеременеть Первым ребенком, вторым, третьим И уже женщина сама выбирает, рожать или нет Она может забеременеть, но только она будет принимать решение Вынашивать этого ребенка или нет Как-то так Но есть же такая практика, широко известное состояние дежавю Или каких-то моментов, когда люди, как будто бы, видя незнакомого человека Или попадая в незнакомую комнату, у них возникает ощущение, что они уже были здесь Многие объясняют это тем, что, ну вот они видели во сне, предположим, вот эти какие-то обстоятельства, которые ждали в будущем То есть, в принципе, это люди потенциальные, вот как раз-таки те, у кого генетически это расположено Или это просто какие-то экстрасенсорные проколы, или это вообще ничего общего не имеет и просто игры мозга и научно объясняется Нет, есть такое понятие дежавю Оно действительно интересно, я тоже это изучал То есть, мне самому было интересно, когда у моих знакомых происходили такие видения Что им казалось, что вот это было у них На самом деле, это совсем другое Это никак не относится к видению, к чувствованию и что-то такому необычному Это определённые такие моменты, точки, когда человек начинает включаться То есть, есть жизнь, и мы же знаем, что есть жизнь во время сна и жизнь во время дня То есть, мы по-разному живём И вот во сне человек, получается, видел эту ситуацию То есть, всё-таки, это дежавю рождается во сне Потому что сон нам указывает именно на будущее Потому что каждый день человек утром рождается, а ночью он умирает И вот в этот момент он как раз и видит то, что может с ним произойти в будущем На следующий день, через неделю, через месяц или через несколько лет Поэтому дежавю я знаю, что рождается именно во сне А сны важны? Да, конечно То есть, они как раз имеют значение, их трактовать можно как знаки Их нужно изучать, нужно трактовать Потому что я очень часто занимаюсь тем, что помогаю человеку найти ключ в разгадке своей судьбы Именно через сон Потому что сон указывает на события одного дня, недели, месяца, года, жизни Или вообще существования всего рода Поэтому трактование сна очень важно Чтобы не допустить тех ошибок, которые могут выпасть на долю человека Вот у меня такой вопрос Есть выражение, вот рыбак рыбака видят издалека Люди, которые обладают экстрасенсорными способностями Они могут выделить другого такого человека в толпе? То есть, если вы говорите, что они встречаются не так часто Да, конечно А как вы себя чувствовали на битве экстрасенсов, когда много было таких людей? То есть, это что-то другое, чем находиться просто в компании людей обычно? Нет, не сказать вам Просто очень часто люди, которые обладают способностями Они ревностно воспринимают других людей, которые имеют те же способности Дело в этом Если люди сами по себе с миром направлены Они воспринимают это спокойно Они понимают, что данная ситуация собрала их вместе И вот сейчас они должны там каждый показать способность Или наоборот вместе работать Как я работаю вместе, когда езжу на проект Следствия ведут экстрасенсы на канале СТБ в Украину Там надо парой работать Вот поэтому А есть такие экстрасенсы, которые наоборот Они ревностно относятся к тому, что другой человек что-то имеет Что тоже что-то может сделать Поэтому возникают такие конфликты Непонимания Какая атмосфера царит за кадром нашей любимой битвы экстрасенсов Действительно, все там разбиты на кланы Светлые, тёмные Так всё прямо напряжено Говорят, в балете там сыпят гвозди в тапочке к конкурентам Налагают колдунство Вот есть такая атмосфера Или всё-таки люди как-то сотрудничают Про гвозди в тапочке и про стекло в пуанты Но это скорее всего больше относится к творческой среде Вот здесь же наоборот Здесь всё больше построено на тонких мирах, тонких материях И на энергетическом каком-то воздействии Ну и конечно на сплетничестве, скандалах, интригах Ну всё о том, что есть в обыденной жизни А вот светлые, тёмные Верите ли вы, кстати, тоже в это разделение? Действительно ли существует? Вот как-то по битве мы смотрим экстрасенсов Там сбился Бантеевский клан на девушки Которые говорят, что мы тёмные ведьмы Есть некие экстрасенсы Говорят, я светлые Действительно ли вы тоже разделяете, что вот какое-то есть Две стороны Ну конечно есть разделение, конечно Всё зависит от самого человека Что он хочет для себя Как он хочет с этими способностями, которые в нём возникли Либо он помог им развиться Вот, как он будет управлять Во благо другим Себе на пользу На вред другим Всё зависит от самого человека Насколько одобряют Вот в среде Вашей использования Действительно в личных целях этих способностей Ну то есть имеется в виду Там, условно говоря, покупка лотерейных Выигрышных билетов Возможно ли это вообще? Да, и вообще возможно ли это? Ну смотрите, касаемо лотереи Что происходит? Лотереи или какие-то конкурсы А там, скорее всего, если человек Начинает как-то пользоваться Способностями своими Либо наоборот Будет данные способности Продавать другому То есть кто-то захочет Обратиться к экстрасенсу Чтобы выиграть в лотерее То, скорее всего, данный выигрыш Не принесёт никакой пользы Потому что сам по себе Выигрыш Он вряд ли когда приносит пользу Именно выигрыш в лотерее Или в каком-то случайном выигрыше Это как наоборот Метка дьявола я больше такой называю Потому что за радость временную Приходится платить большой ценой Это раз А во-вторых, экстрасенс, который будет Помогать это делать Он также себе навлечёт беду Поэтому можно использовать Но в определённых рамках Есть ли, скажем, в вашей практике Момент получения помощи От вашего рода Ну, то есть, я имею в виду Как раз-таки вот эти Связываются ли вы С вашими родственниками на небесах И помогают ли они Да, конечно Потому что я являюсь медиумом Это и по программе Экстрасенс ведут расследования И битвы экстрасенсов То есть, я действительно себя Называю медиумом Потому что мне приходится Общаться с духами умерших И они мне приходят и помогают То есть, они являются Определёнными стражами На защите которых Есть та сила Которая может воздействовать Не только на людей Но и на определённые Энергетические потоки То есть, они защищают меня Как физически, так и энергетически А также помогают мне в работе Что ещё происходит С нашими предками И с нами тоже То есть, человек умирая Обязательно ли он Ну вот по информации Которой вы обладаете И как вы верите В мироустройство Остаётся ли он где-то Действительно В каких-то ближайших К нам мирах Или он имеет возможность Какую-то карьеру сделать С новой жизнью Ждут ли они нас на небе Вот как вы это всё видите Встретимся ли мы После смерти Как это выглядит Действительно То есть, если человек умирает пожилым Остаётся ли он В таком же состоянии Да, вот есть вечные проблемы Если там умер молодой Там он с новой женой Потом вот как это разруливается Как вот Ну, просите за, конечно, Эти вопросы Такие риторического плана Но если вот вашу трактовку Хорошо Я объясню вам Потому что Очень часто я на эти вопросы Отвечал своим клиентам Друзьям, знакомым Которые спрашивают меня Но ещё в эфире На передачах Я не поднимал эту тему Смотрите, как происходит Реорганизация Она, конечно, существует Есть То есть, перерождение души Но, смотрите Когда человек умирает То есть, он поднимается вверх И его душа Не сразу может переродиться Родиться И вновь обрести тело Всё зависит от того Какая судьба была у этого человека Что он сделал Что он не сделал Какие там жизненные ситуации Ему пришлось преодолеть Поэтому Каждый индивидуально Кому-то приходится Для души Перерождаться Ему необходимо Год И через год В роду Появляется Ребёнок И как бы Связывают это Как раз Перерождение Прабабушки Бабушки Дедушки Иногда наоборот Происходит так Что человек Умирает И ему Для переработки Необходимо Вот нашими Сто лет Тысячу лет Всё зависит Что он на себя взял Как он кармически Свою судьбу Свою душу Испоганя А кошки и собаки Для них всё кончается Или мы их тоже встретим Кошки и собаки Да Ну конечно Потому что Многие жили Какая трагедия Когда любимец уходит Потому что Они являются Неотъемлемой частью нас Потому что Люди Очень часто Делают их Наделяют их Такими же качествами Которые есть В человеке Недаром Эти животные Стали домашними Именно Не как там Скотина Корова Свинья Овца А именно Домашними теми Которые живут Вместе с людьми Спят на кровати Поэтому действительно Они тоже имеют душу И потом Возможно Через какое-то время Хозяин Собаки Или кошки Вновь встречается На этой земле Слушайте Ну вот В принципе Сейчас рассказали Сюжет Голливудский фильм Который должен выйти В 2017 году Ласса Хальстрём То есть там Речь идёт Вот о мальчике У которого собака Вот он её обучает Каким-то трюком И затем идёт Ну она погибает Я не знаю Что должно произойти Но судя по трейлеру Пока только трейлер Он встречает Эту собаку Уже взрослой жизни То есть он вдруг С удивлением узнаёт Ну вот собаку Которую он взял Другой породой Вроде бы Но она Те же трюки Выполняет Которым он обучал Её в детстве Ну то есть вот такая Очень романтическая история То есть вы считаете Что это в принципе Может быть Абсолютно реальность Который функционирующим Конечно Да Конечно Ну и классно Такое возможно Насколько вот Вы считаете Предположим Люди Которые обличены Властью Политики Используют ли они Вот знания Экстрасенсов Насколько вот вы знаете Вот ну я не знаю Может быть В Украине Где вы бываете То есть там Происходят ли такие моменты Насколько это одобряется Вообще в среде Вот Людей обладающих Экстрасенсорными знаниями Служить вот скажем Ну вот по каким-то Политическим партиям Силам Ну вот так как я бываю В разных странах И всё-таки Неотъемлемой частью Является Также Консультирование людей Которые Ну так или иначе Относятся К государственному аппарату Поэтому конечно же Я могу сказать То что Все люди В том числе И они Обращаются К данным специалистов Ну тогда предположительно У каждого крупного политика Должны быть Свои штатные какие-то Ну почему Кому-то это нужно Кому-то нет Кто-то уверен Сам в себе И например Ему достаточно Обращаться В религиозное место В церковь В храм В мечеть Синагогу Где он там Набирает сил Всё зависит от того Что он хочет Какие ставит цели Потому что иногда Человек сам себе Экстрасенс И ему никто не нужен Он сам Уверен в себе Сам Свою судьбу Руководит Своей судьбой То есть Он сам себе Выбирает путь Всё зависит От человека Кому-то Нужна Кому-то Нужна помощь Кому-то нет Может ли Произойти Такая битва Экстрасенсов Предположим Во время Политических Выборов Когда Какая-то Группа Одна Помогает Одной Политической Силе Другая Другой Знаете Вот Как таково Это то же самое Вот Сравни лотереи Понимаете То есть Можно Почувствовать Кто выиграет Кто нет Но Конкретно Вредить Вот Я не понимаю Как это можно Я знаю Что можно Вредить Именно на Физическом Уровне То есть Когда Условно Говоря Заказывают Человека То есть Хотят Его Нейтрализовать То есть Хотят Навлечь Ему Беду Несчастье Вокруг Этого Человека Возникают Какие-то Скандалы Он Попадает В больницу Либо Может быть Вообще Летальный Случай То есть Вот так Да А конкретно Чтобы Выиграла Партия Я считаю Что это Невозможно Можно Только Вредя Другим Но Опять же Кто это Начинает Будет Отработка И Эта Отработка Будет касаться Самого Человека Его Души Когда он Умрет И что Будет С ним Твориться Там Как Он Будет Перед Своими Духами Перед Богом Отвечать За все Это И Как Потом Его Предки Те Ради Которых Он Старался Добивался Ради Которых Он Зарабатывал Здесь Деньги Которые Хотел Им Оставить Как Потом Они Будут На это Реагировать И Как Придется Им Тяжело За это Страдать Почему Очень Часто У Успешных Людей Богатых Людей Счастливых Людей Как Они Это Считают У Них Самые Несчастные Дети Что Можно Посмотреть Как Раз На Детей Бывших Известных Людей Политиков Звезд Можно Леснять Такое Негативное Воздействие Может Ли Человек Сам Справится Такое Не Можно А Нужно Исправлять Почему Очень Часто Такие Люди Могут Если Сами То Идти В Монашество Быть Отшельником Либо Наоборот Раздавать Все Деньги Все Что Накопила Их Семья Раздавать Все Это Таким Образом Как Откупаться Либо Наоборот Обращаться Уже К Высшим Силам К Специалистам Но опять же Там все равно Нужно Расплачиваться За все Нужно Расплачиваться Я что-то Не помню Политиков Которые бы Раздавали Все свое Состояние Деньги Людям Не идут Таким Детям Да По-моему Это как-то Вот они Этот путь Они как-то Не выбирают Но потом Детям все равно Придется Отдуваться За них Рано или Поздно А вот Связанные Вот например С преступлениями Моменты Вот вас Как Медиума Ну вот Какие-то Хотя бы один Вот о том Как вы Привлекали Вас привлекали Просили о помощи И вот Пытались через Не знаю Может быть там Общаясь С умершим Выяснили Я понял И когда удалось Да Я понял Вот только что Приехал с Киева И там как раз В Херсонской области В городе Скадовске Произошло Данное преступление То есть Оно произошло 14 лет назад Зверски Убили Девушку Которой Было 17 лет Ее Полностью Искромсали За волосы Тягали Через Практически Все село А потом Закопали В мусорке И она Кричала Всю ночь Это ужасное Событие О нем Знала Вся область А посадили Незаконно Парня Которым Просто он Знал Какая компания Он видел эту Компанию Он видел Компанию В которой Была эта девушка Вот Но вот Так же Побоялся Это село Вы сами Понимаете Вот В результате Его посадили 10 лет Он отсидел И не мог Добиться Справедливости И вот Мы приехали Как раз я С коллегой Вот Мы приехали На место И вот Целый день Потратили На то Чтобы добиться Истины В результате Это в рамках Передачи Да В результате Помирили Помирили Вот как раз Мать Погибшей И вот этого Человека Который отсидел Незаконно 10 лет И действительно Должны Возобновить Процесс По поводу Расследования И вновь Открывшиеся Обстоятельства Мы попросим Гостя Надеть наушники Потому что Будет слышный Вопрос только В наушниках Слушаем вас Здравствуйте Добрый день Добрый день У меня два вопроса К вашему гостю Когда-то Канал Дискавери Провел Битву экстрасенсов Но не такую Постановочную Которую мы видим По телевидению А реальную То есть взяли Реальное преступление Вызвали тех же Участников Которые были На битве экстрасенсов Вот никто Ничего конкретного Как это в передачах Происходит Сделать и сказать Не мог Это первый вопрос Второй вопрос Это не вопрос А какой вопрос Вы упомянули Факт какой-то Да могли бы По компактнее вопрос задавать Как можно Как ваш гость Может это прокомментировать Хорошо И второй вопрос И второй вопрос Я не помню Имя Фамилию Но Наверное Вы знаете Это известный факт Один человек В Америке Положил в банк Миллион долларов И там уже Накапало Довольно много Процентов Последовательность Карт Кто отгадает И никто не отгадал А какой вопрос Нет Непоследовательность Хорошо Нет Именно доказать Любую Любую Неординарную Ну вот Экстрасенсорную Любую какую-то Способность Прошло очень много лет По-моему 20 уже Очень много было Претендентов Но никто не смог Да Какой вопрос Да еще раз Что А вот у меня В связи с этим вопрос На самом деле Люди Которые Декларируют Свои какие-то Экстрасенсорные Способности Способны Это делать Только в каких-то Постановочных Передачах Большое спасибо Мне кажется Хороший вопрос Как бы Обобщение Некого направления Вопросов Которые мы можем Получить И давайте Сразу попросим Якова ответить И остальных Скептиков Может быть Не звонить С подобными Не занимать Наше время Пускай звонят Как зовут Обратившиеся Уже мы не узнаем Жалко Смотрите Что я скажу Можно снять Да Конечно Я вам отвечу На этот вопрос Следующим образом Действительно В рамках В рамках Передачи Сложно доказывать Во первых Нужно создавать Определенные условия То есть Те условия Которые Проводила Битва СТБ Украина Она дала Мне возможность Всю возможность Необходимую Чтобы я Смог себя Реализовать Потому что Мне было отведено Два Три часа На настройку То есть Конечно Это показало Показано было Там Три Пять Минут Десять Минут То есть Но Дается возможность Определенная Как в жизни То есть Когда ко мне Обращается человек Я решаю Сколько с человеком Я буду работать То есть Меня нельзя заставить Мне нельзя сказать Что Вот сейчас у тебя Пять-десять минут Ты должен нас удивить В рамках Передачи Это так То есть Там нужно За короткое время Как-то И конечно же Есть именно Постановочное Постановочное Потому что Есть операторы Съемочный процесс Не важно что Снимают Танцы Снимают Звезды на льду Либо снимают Там еще какую-то Развлекательную передачу Там есть определенное Лимитированное время Есть определенный Формат Который Одабривается Или не одабривается Рейтинговость Есть Здесь же Происходит наоборот То есть Я должен работать Так Как мне удобно И только в этих Условиях Я могу Проявить себя И именно могу Помочь человеку Поэтому Я действительно Отчасти поддерживаю Человека Который к нам Обратился Сто процентов Потому что Можно показать Свои способности Именно не в Постановочном А именно В реальной жизни Вот когда Ко мне друзья Знакомые Обращаются И когда Я им Стараюсь помочь Либо Вообще К неизвестным людям Еду в больницу Когда меня тоже Приглашают Чтобы человека Поднять Чтобы ему легче Стало По здоровью Вот это одно А именно В рамках проекта Это очень сложно Показать себя А тем более Там А касаемо ТНТ Так там вообще Очень жесткие Правила были Потому что Там Если на СТБ Больше Именно Личности Внимание Уделяется То есть Именно Конкретной Личности Кто Обратился Герой Либо Экстрасенс Каждой Личности Внимание Там же Именно Идет Поток Просев 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 То есть Кто интересен Он Начинает Как раз Раскачивать Публику Все таки Законно-телевизионного Жанра Да А вот это Испытание С машинами Оно вообще Корректно И можно ли Действительно Обройти Второго вопроса Который Обратившийся Да Действительно Ну это как-то Премия еще Гудини что ли Или как-то Я могу ошибаться Как это Есть премия Где действительно Они действительно Дальше продолжают Делать Вот то что Человек этот Положил миллион Или сколько он там Положил Действительно Но опять же Они в рамках То есть Человек заявляет О своих способностях То есть Он говорит Я могу найти Там золотую вещь Среди чего-то Там Но опять же Там постановочно То есть Нужно Среди там Двадцати кресел Найти Вот эту золотую монетку И тебе дается Там Десять минут Но человек может Настраиваться Только час Поэтому Опять же Но тогда Организаторы Говорят Нет Вот как мы ставим Вы заявили Свои способности А мы Ставим Под свой формат Ну как-то так Давайте о Латвии поговорим Давайте Я вот за кадром Спрашивала Действительно Рига Ли имеет Мистическую Какую-то ауру Повышенную Многие говорят Гости приезжают Что Рига Мистический город Какие-то тут потоки Кажется ли вам так Но мне здесь комфортно Мне здесь хорошо Я приветствую Ригу Латвию Потому что здесь Действительно Очень комфортно Это можно видеть Даже обычному человеку Когда идешь По улицам Ты видишь Умный Взгляд Прохожих Спокойный Взгляд Люди Никуда не бегут Они заняты собой Никто не дает оценку Другому человеку Каждый человек Воспринимается таким Какой он есть И на этом человеке Не застряется Особое внимание То есть Все смотрят Друг на друга Но нет такого Чтобы изучали И давали ему оценку То есть Оценку ту Которую Принимаю Либо не принимаю Хороший человек Или плохой То что есть Там Ну где-то в других местах Не буду говорить Вот Здесь это классно Потом мне очень нравится То что Латвия Она сама по себе Творческая страна Музыкальная страна Страна С определенными Такими Подъемами Я считаю Что нужно развивать Страну Именно в этом направлении Чтобы проводить Здесь концерты Выставки Какие-то мероприятия Чтобы вновь сюда Приезжали звезды Эстрады Я считаю Это будет классно Культура наша сила Да Я считаю Что именно На культуре Как раз Нужно делать акцент А скажите Вообще Можно ли видеть Будущее страны То есть Ну вот Одно дело Хорошо Человек Есть судьба Есть какие-то Есть ли судьба У страны Подобно человеку Подобно человеку Но есть определенные точки Как я говорю Есть подъем Взлет Но опять же У человека Эти точки Прослеживаются Они видны И вот этот человек Сам решает Что делать С той иной землей Вот земля Дана человеку Он сам решает Засеивать Эту землю Пшеницей Строить здесь Замок Или вообще Оставить Как целина Никому не нужно То есть Все в наших руках Поймите То есть Есть благословение Всевышнего Есть конечно Судьба Которая бьет И мы принимаем Какие-то удары Судьбы Но мы должны Достойно их принимать И выходить Красиво Многие сравнивают Латвию По каким-то положениям С Украиной Часто И К сожалению Существует Большое количество Опасений Периодически Мы их слышим И читаем И политики Даже высказывают Что Не обострилось Линии Произошло бы Такой страшной ситуации Войны Как на Украине Скажите Перед войной На Украине Были ли у вас Какие-то предчувствия Можно ли это было Почувствовать И нет ли у нас Вдруг Не знаю В воздухе Чего-нибудь Или это невозможно У меня было предчувствия Честно Да Я был тогда в Москве Смотрел Как сейчас помню Телевизор Еще Была Оранжевая революция То есть До Майдана И я смотрел Еще Бабушка была жива И я так смотрел И говорил Вот я буду там Вот я говорю Вот я буду Среди этих событий Она говорит Я тебя ни в коем случае Туда не отправлю Вот Но так бы я и не поехал Но именно Начался Майдан В ноябре А я на битву Поехал в январе То есть Через Два месяца А вот когда была Еще оранжевая революция Я чувствовал То есть Что это не все Что Я приеду Пускай сейчас утихнет Но я чувствовал Что я приеду туда Будет все равно Какая-то революция И почему-то В этот момент Я буду там находиться Почему я не понимал И действительно Я оказался В самый сложный момент Для страны Для моей родины Украины Я оказался там На проекте Я по-своему Воевал То есть Я по-своему Как-то Отстаивал свою позицию И Очень переживался Переживал народу В 2014 году Вот было датировано Во всяком случае Ваше интервью Где вы Говорили о том Что Война Вот в Украине Не прекратится Как минимум Два года И вот эти два года Прошли Вот как вы сейчас Какой прогноз Даете То есть Это Возможно ли Какая-то надежда На окончание Или Нет Еще Нет То есть Действительно Как я сказал Два года Они же правда Были самые активные Вот эти два года То есть Сейчас более Все затихло Сейчас поменьше Нет Война еще будет Длиться То есть Но она Не так обострена Но она еще будет Продолжаться Военные действия Правильно Военные действия Они еще будут Продолжаться На территории Украины А Не Заглядывали ли вы В будущее Латвии То есть Что может ждать Латвию В какой-то Приближайшей перспективе Поскольку В принципе Все обеспокоены Тем Что люди уезжают Ну из-за сложной Экономической ситуации И Ну в принципе Происходит Какой-то такой момент Схлопывания То есть Чем Уезжают Самые экономически Активные Медицинные образования Получается так Что приходится Поднимать налоги Для того Чтобы Собрать В бюджет Столько же денег От Поднимания налогов Уезжают Еще больше Ну то есть Не будет ли чего Яков Я понял Ну я же приехал Так давайте Поднимать Страну Правильно Давайте поднимать Не надо Никуда уезжать Потому что Действительно Страна С большой Историей Страна Мистическая Страна Которая Действительно Может Встать С колен Может быть Сильной Может быть Интересной И экономически И культурно Я уверен Что Как бы Нужно Верить Нужно продолжать Работать Если люди Не будут Падать духом То все будет У страны Замечательно Я со своей стороны Буду Наоборот Помогать Спасибо вам Если какие-то Соображения Насчет американских У вас Выборов Да Можно ли вас Спросить Прогноз Кто вам Кажется Победит Я вообще Не наблюдал Я не смотрел Там За выборами Я вообще Не знаю Два кандидата Есть ярких Дональд Трамп И Хиллари Клинтон Ничего пока Не можете сказать Я не наблюдал Честно Я за выборами Америки Не наблюдал И не смотрел Потому что Все мое внимание Было как раз Вот на этих странах Про которые мы С вами проговаривали Поэтому На то я Вообще не распространялся Неважно Будет та или иная Сила Все равно Позиция будет Одинаковая У страны Америки Здравствуйте Как вас зовут Представьтесь Попросим Попросим Вас сделать Потише Радиоприемник Алло Вы в эфире Добрый день Здравствуйте У меня такой вопрос Имеете вы Такую способность Как Находить Пропавших Людей Или хотя бы Указывать место Где они могут быть Ну Где пропали В каком месте Потому что Последние у нас Два случая Тем более Вы сейчас В лиге И последний вопрос Второй Вернее Последний В вашей работе Вы занимаетесь И черной Или белой магией В вопросах Некоторых вопросах В решении Некоторых вопросов Вот эти два вопроса Услышан Так Значит смотрите Касаемо поиска Мы уже с вами говорили В основном Мне проще Как медиум Искать Умерших То есть Если человек Потерялся Именно умерших То есть Я притягиваю Именно Духа Духа покойного Поэтому можно Ну ты сказал Можно Определенный отрезок Участок Указать Касаемо Черной или белой Черной или белой магией К чему прибегаете Я вообще не называю Это магией Магия для меня Это когда человек Берет И начинает Использовать Какие-то там Вуду Использовать Какие-то там Какие-то Аксессуары Куклы какие-то Что-то делать Я делаю без этого Я просто Работаю с энергиями И все То есть Только в этом Как раз заключается Моя работа Ну и вообще Вот касаемо того Что я приехал в Латвию Через какое-то время Вот я Поднимали мы эту тему И хочу вам сказать Я хотел бы Конечно здесь Провести семинар И вот сейчас Много просто звонков Я сразу вспомнил Я бы конечно Хотел провести здесь Семинар Такую встречу Потому что Я провожу в других странах Куда я приезжал В Израиле у меня был В Украине В Днепропетровске Именно проводил В России тоже В Москве Такую встречу Больше Меньше Народа приходит Но вот Именно в Латвии Я тоже через время Хочу провести Такое мероприятие Где я вас тоже Приглашу Как Ну таких Как бы Экспертов В экстрасенсорике Спасибо большое вам Да А вот скажите Фотографии Например В кино Существует Очень интересное мнение О том Что сейчас же Кинематограф Он перешел От пленочного кино К цифровому Снимают на цифровые камеры И некоторые режиссеры Утверждают Что кино потеряло Какое-то вот Воздействие на зрителя Потому что Цифру воспринимает Человеческий мозг Скорее как информацию А пленочное кино Душа Душа Эмоциональный Вот если говорить О фотографиях Вы чувствуете Вот цифровые И пленочные фотографии Между ними разницу Мне нет разницы Объясню почему Потому что Для меня Именно главное Увидеть фантом То есть Увидеть человека Чтобы я смог На него настроиться То есть Только для этого Я не знаю Как другие смотрят Да Касаемо кино Я поддерживаю вас То кино Оно было душевное Такое Эмоциональное Как бы может Не такое яркое А настоящее Конечно Очень такой Забитой информацией И человеческий мозг Воспринимает И быстро Эта информация Уходит Улетучивается То есть В дальнюю память К нам не запоминается Современные фильмы Но для работы моей Как раз Не важно То есть Я просто смотрю На фотографию И я просто Беру необходимое То есть Мне главное Просто настроиться На человека А потом Мне уже Сама фотография Не нужна Вот если взять Такую ситуацию Которую Ну вот можно назвать Там черный ящик В Ну Скажем Ну В следственной практике Условно говоря Два человека Вот сидели в комнате Один выпал из окна И Ну считается В этом случае Что невозможно Доказать Ну вот что Что произошло То есть Есть только один свидетель Который предположим Говорит Что это был несчастный случай Может быть он врать А может быть не врать То есть Он мог действительно Ну вытолкнуть человека Из окна Потому что Ну нет никаких Невозможно даже доказать Там Если просто вот Ну толкнуть человека Не останется никаких следов Вот В вашей практике Как вы считаете Есть ли возможность Узнать справедливо Да Вот узнать Вот что произошло На самом деле Да Можно просмотреть ситуацию Ту которая была на самом деле То есть не глазами Как некой души А вы можете увидеть Что было Да Ничего это мнение Букойника Да Я могу посмотреть Что как раз Подтолкнуло человека Суицид Либо случайно Человек выпал Из окна Либо действительно Это преднамеренно Либо это просто Бытовая какая-то Неразбериха Бытовой скандал Либо еще что-то Пятое Это можно просмотреть Это я просматриваю С помощью Карта Камней Ножа То есть Это действительно Можно увидеть Бывают ли ситуации Когда вы Не можете Никак ничего увидеть Дополнительно Ваши способности Не работают Или вы В любой ситуации Можете сообщить Я не люблю технику Но в том плане Что касаемо Техническое Мне хочется Именно Я воспринимаю Все-таки Работаю с живым То есть Я работаю С человеком С Умершим человеком То есть С духом С объектами С природой Ну как-то так То, на что можно Воздействовать То есть Я имею ввиду Что сложнее вам Найти какие-то вещи Предметы Там не знаю Там условно Чемодан С золотыми слитками Который пропал Его сложнее найти Да Не, ну почему С золотыми слитками Можно найти Если задаться целью Вот Потому что там Само желание будет Наверное Вы находили Какие-нибудь клады Когда-нибудь Клады В жизни вообще Нет, клады нет А вот подклады Которые делают люди Друг другу Находил часто Это что-то Магическое Да, воздействие А сами клады Нет, не ищу Потому что Каждый клад Это определенная История Вот Но я находил Да Вот было такое Что нашел Предмет Который был Потерян То есть История такая Что парень Разрыл могилу Еврейского кладбища Там Достал оттуда нож И этот нож Получается Хозяин этого ножа Он утянул его туда На тот свет И вот я нашел Этот нож в поле Такой был А как вы узнали Об этой истории Вы почувствовали Или просто вам рассказали Нет, я почувствовал Просто Семья обратилась С таким вопросом Почему умер парень Все А потом как раз Вот это все Раскрылось На поверхность Ну как-то так Существует ли Вот карма Человека То есть Ну скажем События может быть Не связанные С какой-то Экстрасенсорикой Но просто вот Добро и зло Которое совершает Человек в жизни Есть ли какая-то Ну не знаю Счетчик этих Вот грехов И добрых дел Счетчик грехов И добрых дел Скорее всего Все отражается На самом человеке Есть конечно То есть Есть То есть Человек Если делает Добрые дела Но опять же Если он делает Добрые дела И сам себе Ставит галочку И фиксирует Добрые дела То опять же Они не добрые Потому что Добрые дела Это те дела Которые человек Делает И не задумывается То есть Если он будет Фиксировать То этой галочки На самом деле Не будет А вот если Он будет Искренне жить Делать добро И не замечать Его То есть Даря подарок Он не будет Помнить Кому Когда его Подарил Не потому что У него проблемы С памятью А просто потому что Он делает это От чистого сердца Вот тогда Это будет как раз Ему запоминаться Запоминаться ему Его семье Если человек Делает негатив Плохие дела То конечно же Вот это Будет в любом случае Отражаться То есть Это в любом случае Будет фиксироваться И отработка будет В ожидании Вашего грядущего Семинара В Риге Который Обязательно Должен произойти Как поступать Людям Когда они Нуждаются в помощи Экстрасенсов Им очень хочется Действительно Может быть Там женщины Часто считают Да и не только женщины Что на них Например проклятие Которое действительно Следовало бы снять Где найти Экстрасенса Человека со способностями Чтобы не попасть К мошеннику И не сделать Что ему страшно Или бесполезно Как вообще Вот в этой ситуации Действовать Простому мирному человеку Во-первых Думайте Кому Хотите пойти И стоит ли Отдавать деньги Или нет Потому что Любая реклама Это в первую очередь Реклама И все нужно проверять На себе Именно Когда вы идете К человеку Которого Рекомендовали Друзья Знакомые Ваша семья Либо вы сами Обратились И проверили Его способности Это одно дело Вот как ко мне Когда приходят По рекомендации То есть Обо мне Там кто-то не слышал Даже А вот знакомые Рассказали Потому что я помог Это одно дело А когда вы Слепо Верите Передачи Каким-то рекламным Трюком То конечно же Думайте Берегите себя Берегите свои деньги В кошельке И думайте О том Что вы делаете Каждый день И каждую секунду Потому что Рано или поздно Придет За них Отработка Я думаю На этой ноте Нам и нужно будет Завершать Нашу сегодняшнюю передачу Яков Шнейрсон Сегодня был у нас в гостях Спасибо большое Приезжайте Спасибо вам Что меня пригласили До свидания До свидания